Искусственный дефицит дистоплива создавали в Шимкенте. Агентство по защите и развитию конкуренции обвинило в этом две крупнейшие сети автозаправочных станций. Мониторинг проводился летом, когда горожане стали жаловаться на дефицит солярки. Тогда водители часами простаивали в очередях и заправлялись только по талонам или лимиту. Однако АЗС в этот момент, по данным антимонопольщиков, имели достаточный запас топлива и ограничения были необоснованными. Две крупнейшие заправочные сети получили уведомления. Однако с доводами антимонопольщиков там не согласились. Но и комментировать этот факт отказались. Сейчас мониторинг всех заправок, по данным агентства, проводится еженедельно. Контролируются цены, а также объемы ГСМ. На основании мониторинга нами направлено уведомление об имеющихся признаках нарушения, в действиях филиала ТО «Гелиус» и ТО «Синоил». Водителю, если предназначено 100 литров дизельного топлива, он заправляется на 50. В то время как он может их заправить в количестве 100, он дает ему 50. Тоже ограничения.